Фронтовые песни под гармой здесь звучат уже накануне Дня Победы. Ветераны вместе с бойцами Красной Армии отмечают праздник. Это обыкновенная солдатская палатка родом из 45-го, лечась настоящего полевого лагеря, который построили на стрелке Васильевского острова. Товарищи, давай! Здесь техника Победы уже заняла свои укрепленные позиции вокруг растральных колонн. Ну, конечно, гостей угощают настоящей походной кашей. Девушка, будьте добры, одно. Спасибо. Со вкусом Победы. Два миллиона георгиевских ленточек раздадут в северной столице к 9 мая у станции метро. У волонтеров их разбирают моментально, буквально за 15 минут. Вопреки санкциям, символ Победы популярен и у европейцев. И у правнуков героев войны. Помнить о других тоже раньше, кого сейчас нету. А куда ты повешь эту ленточку и как? Вот сюда. Для главных героев праздника, ветеранов, подарки и поздравления готовили всем городам. В Смольном ключи фронтовикам от 20 новых квартир вручил губернатор Георгий Полтавченко. Еще 400 ветеранов справят новоселье в самое ближайшее время. Для них дома уже построены. На протяжении всего 2015-го череда торжественных церемоний вручения медалей к 70-летию Победы и экспозиций уникальных архивных документов войны. Знаете, особенно в последнее время появляется много желающих, к сожалению, пересмотреть итоги войны, пересмотреть роль нашей страны, нашего народа в победе над фашизмом. И чем больше подобных выставок будет, тем больше у нас будет с вами шансов сохранить реальную память о войне, о тех, кто реально победил и о подвиге нашего народа. Петербургская подземка на 9 мая для ветеранов готовит безлимитный проездной. Добраться до любого места праздничного города можно будет вместе с сопровождающими. Уже сейчас участникам войны дарят наборы юбилейных открыток с изображением монументов Победы. Проект, реализованный при поддержке Комитета по печати, визуально продолжится на поверхности. Плакаты в идентичном стиле украсят проспекты Петербурга. Точно такие же постеры появились и в Крыму. Дворцовая площадь уже сейчас, точь-в-точь, как утром 9 мая. На генеральной репетиции парада впервые за всю историю чеканили шаг 4 тысячи военнослужащих. Вслед за ними по брусчатке перед зимним проехали легендарный Т-34 и его преемник Т-72. Новейшие комплексы «Искандер» и «С-300». Режиссировать передвижениями многотысячные команды парада будут при помощи специальной аудиотехники, которая не позволит недоброжелателям подпортить торжественность момента. В нем установлены цифровые передатчики, в которых сигнал исключительно цифрового формата. Он не позволяет на сегодняшний день врагам и супостатам влезть в частотный диапазон и помешать проведению парада. В акватории Невы на праздничном рейде 10 участников водной части парада. Десантные, противолодочные, ракетные и сторожевые корабли при поддержке подводной лодки «Выборг». На Неве стоят не просто корабли, это стоят корабли Балтийского флота, который нанес неоценимый вклад в дело победы. По улицам Петербурга о маршем памяти прошли тысячи потомков героических защитников Родины. С портретами своих отцов и дедов они вновь оживили бессмертный полк бойцов Красной Армии, медиков и неутомимых тружеников тыла. Мамочку, она у меня два года на Сталинградском фронте работала в военно-полевом госпитале. А тут вот улыбается, я ее спрашиваю, а что же такая веселая? А я, говорит, после того, как Паульса погнали, мы все и развеселились. Общими усилиями петербуржцы развернули над Каменноостровским проспектом знамя Победы. Точную копию флага с Рейхстага, увеличенную в несколько раз. Это шествие стало прологом более чем 100-тысячного марша бессмертного полка 9 мая. «Пока есть такие мероприятия, память о войне не угаснет. Это самая высокая награда, самая высокая награда для ветеранов – это наша память». Накануне годовщины Победы реликвии войны удивительным образом, как будто сами пожелали появиться из полумрака истории. Совершенно случайно был обнаружен дневник обычной семьи блокадного Ленинграда. Тетрадь в 230 страниц рассказывает о том, как за кусочками хлеба дети из Паргова ходили по 20 километров в одну сторону до Васильевского острова, как радовались молодой траве на обводном канале и о том, как выжили. Выжили непостижимым образом. «Мы часто рвали разную траву, как только она появилась на обочине обводного канала, и варили из нее горячую похлебку. Суп мы не доели. Так как двери мы никогда не закрывали, то его вместе с кастрюлей у нас украла одна женщина из соседней квартиры. Она позже сама призналась». Снимки из семейных альбомов блокадников на этой неделе стали кульминацией серии выставок, посвященных 70-летию Победы. Прославленный фотограф Валерий Лазовский написал общую, невыдуманную историю из 700 пожелтевших карточек. Священный день для всех жителей страны и Петербурга. Вот уже 70 лет слезы радости порой не отличить от слез горечи и грусти. Жуткое свидетельство цены Победы. Одно из крупнейших в мире братских захоронений. Пискаревский мемориал. У монумента матери родины вновь те, чьи родители, братья и сестры навсегда остались в памяти молодыми и те, кто сегодня впервые возложит цветы к могилам спасителей Отечества. Мы как за славу не гнались, либо только окончилась война. Два часа объявили, окончилась война. Мы так прыгали, даже я так прыгнул, что лампочку перебрела маленькая. И я даже головой лампочку разбил. От пружиниться, от такой радости. Это был такой восторг. 70 лет мира Петербург встречает, конечно, по-особому. Город-герой, сдержавший бесчеловечную осаду, как никто другой знает. Военные машины лучше использовать как концертную площадку, полевую кухню, чтобы кормить гостей праздника, а не солдат. И если ждать залпов, то только победного салюта. Канун праздника город встретил в своей типичной погоде петербургский. Ленинградский дождь словно хотел испытать на прочность тех, кто пришел на стрелку Васильевского острова. Но, конечно, такая мелочь не могла испортить настроение ветеранов. Ведь сколько было у них этих дождей по дороге на Берлин. Дмитрий Рунков, Пульс города.